здравствуйте дорогие друзья саламжанцы приветствую всех но вы мой характер наверно более менее знаете когда есть чем поделиться то есть но интересные моменты несмотря на то что устал и вот например сейчас записал ролик загрузил на канале топора более часа там бла 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 с голосом с голосом еще что-то но честно говорил по другой теме не записал бы этот ролик после всего но но не могу не поделиться с этим ну ладно сейчас начну покажу на экране вы видите узнали этого исус яка национальный герой армении генерал вангель крикарян который грабил своих солдат и детей которые отправляли посылки своим солдатам за это вот видите медали киеву он воровал все тушенки с гущенкой книжные пильот полетные бумаги все но видели да просто об армии пойдет разговор поэтому выбрал такой товар сейчас поехали ах так вот это армянской военнослужащие этот момент вот когда делаю сделали фотографию как известно кстати проводится танковый диатлон соревнования поле десяток стран выступает участвует в этой сравнике соревнования в том числе армения извините и это тот момент когда армянская команда выступила просто позорно но смотришь на их лица нормально смотрит особенно посредине дороги все отлично сейчас прочитаю сами поймете все армянские танкисты оконфузились в первом полифинале танкового биатлона в рамках игр армии 18 на полигона алабина позорно проиграв командам монголии и венесуэлы пройдя полуфинал эстафету за два часа 29 минут в то время как например россия пришла в общем результатом час двадцать минут то есть на час позже это капец от других команд сейчас я кое-что покажу вот тут ничего такого нету ладно проиграли по это соревнование где кто-то проигрывает кто-то выигрывает так далее там в принципе тут ничего такого нету знаете это спорт в своем роде спорт как и спорт в спортивном мире тут тоже есть сильнейший есть послабже следующий момент эти команды которые считали слабыми могут выступать замечательно и отлично занимает хорошие места то есть это жизнь да это правило ничего такого но тут же армяне представитель команды армении по танкову пиатлону на международных армейских играх 18 полковник армен фироян вентильной спутник армии не заявил что в случае войны у армении есть танковые экипажи мирового класса армянство вот это лица вот вы представляете да то есть не как у людей на спортивные соревнования на мероприятия такого рода да все страны все умные люди нормальные адекватные люди привозят своих самых сильных спортсменов данном случае хороших своих сильных военнослужащих опытных хороших спортсменов танкистов например как я же говорю в данном случае но нет только не армяне после такого позорного проигрыша но понятное дело не самых сильных как и другие привезли но проиграли так проиграли но давайте что-нибудь другое нет они говорят у нас у армян есть танкисты в случае войны которые мирового уровня дам мирового класса у нас танкисты из случае войны они будут а капец как точно стрелять и быстро есть это просто невозможно я недавно читал ответ нашего одного из полковников уроженых сил азербайджана эдара лифт по моему эдара лифт этому терпит россиян или как-то это командос у них есть на его высказывание я просто столько семья со столько удовольствие получал сейчас я знаком так и королев да правильно сказал так вот напомним что на днях аркадий тер тадов сам дал интервью в котором сообщил о приобретении армении зрк верба а также размещение американской системы на линии фронта это оружие говорил этот командос это оружие оружие будущего которым немногие страны обладают эта система выполняет сразу 10 функции определяет место местонахождение противника и даже его оружие отмечает тер командос кроме того он указывает что в начале мая в армению прибудет боевой американский генерал с которым будет проведена интересная встреча запомните его слова потому что так как ответит ему эльгар агир да если не запомните его его слова ты не очень-то интересно будет особенно по поводу например американского генерала вот такие моменты запомните комментируя высказывание терра командоса эльгара лива отметил выражаясь без растормошки этот тупой рэмбо или как его в армянстве увеличает командос не подозревая выпускает ляп за ляп его высказывание и вообще действия армении по своему характеру больше похоже на действия капризной проститутки которая состоит на содержание у богатого мужчины это проститутка хвастаясь перед своими коллегами заявляет мол что мол после апрельского изнасилования и чужого мужчины и и милый шедрый и любимый подарил ей зенитно-ракетные комплексы вебра и не новые системы с помощью которых она сможет прикрыть во не защите свои сокровенные места или вот еще на наших границах размещены современные американские системы оружие будущего в начале мая в армении прибудет боевой этот эльгарм цитирует а его американский генерал с которым будет интересная встреча говорит кукушка проститутка это и или флирт говорит эльгар геешь это или флирт или шантаж первого содержателя намекая ему что если плохо будешь за мной ухаживать я отдамся еще более богатым и заокеанском и дянь на шедевр да но прекрасно это по поводу техных техники там 10 функций там все такое и самое главное вот тот американский генерал о котором говорит теркомандос это действительно нами намек на россию то есть реплика в сторону россии что вот американский генерал придет у нас с ним будет интересный разговор и дальше он еще ниже опускается можете читать я пролистаю я действительно долго смеялся конец но красавчик эльгар я просто зауважал реально за его вот это умение да с иронии сарказм сказать высказать комментирует просто шедевр хорошего хорошего и замечательного настроение всего я не знаю что за врагов бог дал нам дебилов который считаю считает себя умнее всех эти лица я еще раз покажу и так командиры те которые это команды финисировали на час позже потом выходит говорит что он так говорит случае войны в армении есть так танковые экипажи мирового глаза знаете да я короткой такие ролики не делаю действительно усталый что-то со здоровьем буквально за последние полчаса что-то происходит и голос пропадает вяло себя начинаю чувствовать лето заканчивается а на днях ну понял где я прихватил ладно всем пока все еще раз посмотрите особенно посредине удачи и счастья и мирного неба над головой